Салам алейкум, брат! Алейкум 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 алейкум! Как у тебя дела? Спасибо большое, всё хорошо. Спасибо, что согласился на интервью со мной. И для начала я хочу поздравить тебя с победой над Александром Баталовым на прошлой неделе. Досрочная победа, очень красивая победа, я это отсмотрел. И с прошедшим днём рождения тебя. Дай Бог, дай Аллах, чтобы в этом году у тебя всё получилось и у тебя только были победы в этом году. Спасибо большое, спасибо за поздравления. У меня много вопросов, я их записал и начнём с первого. По традиции Соле, расскажи, где ты родился и откуда родом. Я родился в Таджикистане, в городе Нашамбе. С каких лет начал заниматься спортом? Я был где-то в шестом или седьмом классе начал тренироваться. Под жидо, под руководством Раскадина Раджабуга, как первый мой тренер. Кто тебя повёл в спорт, сам или родители? У меня отец был борцом, дзюдоистом, мастер спорта по дзюдо. То есть у вас спортивная семья? Ну, отец, брат тоже немного боролся и братишки тоже тренируются. А потом, как ты перешёл, вот ты по дзюдо выступал, по национальной борьбе Гуштин, да, раньше? На наурузах выступал в своё время? Да, я выступал по дзюдо, по самбо, по национальной борьбе и по боевому самбо. А когда ты перешёл в ММА, ты начал ММА в Таджикистане ещё? В 2012 году, в начале 2012 году, я уже перестал выступить по борьбе, но я уже начал заниматься уже для себя. Пришли и предлагали подраться на чемпионат республики по ММА. Когда у меня был вес тяжёлый, я в тяжёлом весе выиграл республику. И как-то потом получилось, что меня Азам Хоккей предлагал у них тренироваться. Сказать, что хочешь, если предлагать тебе профессиональные бои и дальше. И сказал, посмотрим. Потом я ходил к ним, ну, в зале ходил, тренировался и после республики мы поехали на Евразию и Ирану. И вот пошло всё. Значит, твой первый тренер по ММА был Таджик? Ну да, я, у меня в основном, ну, то есть, у меня тренер Респелин Раджабов тренировал мне очень долго лет по джудо. А потом я перешёл в Динамиду, там тренировал меня Азам Хоккейров. Вот это прозвище Перс, кто тебе дал это прозвище? Это ещё в Таджикистане или когда ты переехал в Россию, это прозвище? Нет, мы, я когда из Таджикистана, мы ездили выступить в Багнитогорске по профессиональному, у меня был дебют. Тогда, когда я на раздевалке вот занимался, там готовился, потом подходит ко мне, тренер говорит, мы дали, короче, тебе прозвище и музыку, чтобы под какую музыку ты будешь выходить. У меня тогда был только вот настрой на бой и ни на что я как бы не обратил внимания. А потом мы пересматривали, пересмотрели видео, что-то, ну, потом всё понял, что этот... Прозвище Перс, да? Да, да, да. Ну тебе это прозвище нравится? Ну да. Я понял. Соле, ты переехал в Россию в каком году? Я в 2014 году приехал, где-то летом в июле приехал, в начале июля. Там сразу начал заниматься ММА и выступать? Я приехал... Да, мне этот... Я приехал, встретились с Эфтихором Арбовым, он познакомил меня с Алексеем Олейником. Я начал тренироваться и потом выступить. Ну, я вначале... Когда теперь? Вначале я по грэплингу боролся. Я очень много здесь в России, то есть в Москве боролся по грэплингу, по джиу-джидзу. В Крыму боролся там. В России я очень много турниров по грэплингу, по джиу-джидзу выступил. А с клубом Акбар, когда ты начал сотрудничать, заниматься с ними как бы? Ну, они изначально меня поддерживали, изначально, когда я даже у Олейника занимался. Олейник закрыл клуб и уехал в Америку, и мы потом сидели, подумали, что открыть свой как бы таджикский клуб. Это была чья идея открыть клуб Акбар? Ну, это в основном, знаете, мы открыли таджикский клуб, это была таджикская команда в Москве. Это мы с людьми, с нашими земляками сделали. Когда я уехал в Дагестан, я не знаю, в чем причина была, они закрыли на тот момент, когда был я на сборах. Потом, ну, сидели, подумали, как сделать, чтобы поднять свой клуб. Помимо России, ты выступал еще и в Европе, да, насколько я знаю? Ну, я на чемпионат Европы ездил, на чемпионат мира ездил. В Казахстане выступали, на чемпионат Азии, в Иране выступал, на чемпионат Евразии. Вот у тебя был долгий простой, где-то вот год-полтора ты не выступал. В чем была причина? Травма какая-то или какие-то были проблемы? Был назначен бой на Браве, в Багрейне был назначен бой. Что-то вот из-за пандемии все отменилось, я только недавно приехал в Россию и сразу поступил к делу. На прошлой неделе ты выиграл досрочно с обмышленным. Вот есть такой вопрос, многие, вот я в комментариях читал, многие задают. Я даже сам иногда смотрю, вот у тебя, как бы, вот если дело доходит до решения судей, ты быстро устаешь, как бы, да, вот если три раунда. Вот ты финишируешь в начале, а как бы, вот если дело доходит второй, третий раунд, ты как бы устаешь. В чем причина? Или это, что ты сам скажешь по этому поводу? У меня это была проблема с печенью, тогда мы просто не знали. Сейчас вот залечил все, вот уже дерез три раунда, уже нормально дышу. То есть проблем не берешь. С кем ты хочешь, вот у тебя какие-то планы есть, вот подписать контракт с какими-то вот элитными клубами, элитными организациями в России? Допустим, LCA и там. После месяца рамадана собираемся. Пока, пока у меня назначен бой на месяц рамадана. Только после месяца рамадана. До рамадана ты должен еще драться? Ну да, у меня в планах есть еще. А переговоры вы ведете с какой-нибудь организацией? Пока еще думаете. Скоро будет все, объявлен будет. С кем бы ты сам хотел подраться? С кем подраться? Да. Смотря в каких организациях. Ага, понятно. Здесь, кстати, бойцов немало, так что… Особенно в вашем весе их хватает. Нужно показать класс в России, вот таджикский класс в России, там, за рубежах. Нужно показать, чтобы они знали, а не так там сравнивать, там, нашим бойцам. Этот лучший, тот лучший. А боев в этом году планируешь провести? Сколько раз хочешь драться в этом году? Я планирую, вот, еще три-четыре боя, иншалла, проведем. До конца года, да? Да. Дай влах. Дай влах. У тебя свой YouTube-канал еще есть «Соле»? «Соле ММА», да? Да, это мы сделали для того, чтобы вот со 2 февраля мы начинаем тренировать в Москве. Угу. Хотели показать тренировки ребятам, бои, которые вот много не видели, туда укладывают. Угу. Чтобы люди могли смотреть наши тренировки, даже вот не приходя, да. Когда человек смотрит, как проходит тренировку, заинтересуется уже при приходе на тренировки. То есть? Потому что я, когда в Китае тренировал, меня сказали, идет эфир, ты тренируешь, на тебя смотрят. Потом уже приходят к тебе на тренировки. Реклама. Да, в шестом году или семнадцатом году или шестнадцатом году в Китае я когда тренировал. Угу. А мне этот старший подошел ко мне и говорит, там камера, все мне звонили, они будут смотреть, я включу, чтобы они видели, как ты проводишь тренировки. Угу. 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 Онлайн тренировки. Ну да, так что надо сделать так, чтобы люди видели, как мы тренируемся, как наша цель, к чему стремимся. Угу. То есть вы открыли еще один клуб «Акбар» в Москве и как бы приглашаете желающих именно там заниматься по твоим руководствам и еще Бегрузом Курбоновым, насколько я понял. Немного расскажи об этом, чтобы люди поняли, о чем вообще речь идет. Ну, Бегруз, хороший человек, хороший спортсмен, базовый ударник. Угу. Так что мы с ним очень долго лет дружим и будем работать вместе. Угу. В клубе «Акбар»? В клубе «Акбар», да. Да. С 2 февраля вы уже начинаете первый тренировок? У нас в 6 вечера уже тренировки. Угу. Я понял. Соле, желаю тебе успехов в тренерской работе, чтобы были ребята, вот как ты, чемпионами и гордились, чтобы Таджикистан гордился этими спортсменами. И тебе в предстоящем бою, который будет до Рамадана, желаю успехов, чтобы ты подошел к этому бою без травм и, конечно же, победы. И надеемся, что до конца года мы тебя увидим в качестве чемпиона из каких-нибудь организаций. В конце, что ты можешь сказать своим фанам, своим фанатам, которые за тебя болеют? Боже. Боже. Продолжайте балет. Иншаллах. Будем стараться радовать вас новыми победами. Спасибо большое, Соле, что согласился на интервью со мной. С нами был Соле Хасанов по прозвищу Перс. Удачи тебе. Таджикистан, Бапеш. Бапеш. Спасибо, Соле. Удачи. Спасибо. Спасибо.